Скайвей разрабатывает транспортные системы, включающие в себя транспортные эстакады, транспортные средства. Целью является развитие транспортной инфраструктуры, которая будет эффективно, безопасно перевозить пассажиров либо грузы. Все это должно работать автоматически. Автоматизируя все процессы, мы можем исключить человеческий фактор, повысить уровень безопасности, снизить издержки на транспорт, тем самым сделав перевозку людей или грузов значительно дешевле, чем это сейчас. Вообще транспортный комплекс в целом является таким большим организмом, можно сказать, как человек. И у каждого человека есть защитные функции внутри организма. То же самое мы стараемся повторить в транспортном комплексе. Защитные функции — это автономные системы, автоматические системы транспортного комплекса, как принято сейчас говорить, интеллектуальные системы. Я бы не сказал, что в мире есть вообще и будет ли в ближайшее время какой-то интеллект искусственный. Его очень сложно повторить. Есть автоматические автопилоты, системы управления, которые уже существуют. По факту это набор сложнейших алгоритмов математики, машинного обучения, который позволяет вырабатывать реакции на те или иные ситуации. Система технического зрения построена как на нейронных сетях и обучении, так и на математике, которая принимает в том числе решения. Система управления построена на чистой математике, сложнейших формулах, алгоритмах, которые также, принимая во внимание все датчики, у нас их больше 250 в машине, принимая от них информацию, от нижнего уровня обрабатывают. И в итоге вы видите просто, как машина движется, останавливается перед человеком. Мы находимся в отделе разработки интеллектуальной системы управления, и на данный момент прямо перед вами стенд, который отрабатывает, моделирует виртуальные ситуации реальных машин Skyway. Интеллектуальная система, в отличие от роботов, которые выполняют заложенный достаточно жесткий алгоритм, больше похожа на человека. Она имеет центральную нервную систему и мозг, периферическую систему сенсоров, на основе информации из которых она может мыслить и принимать решения. Для того, чтобы имелась возможность транспортному средству обрабатывать информацию и быть самостоятельным, необходимо установленное оборудование в данное транспортное средство. Предварительно стоит блок диагностики у нас, который имеет возможность включаться дистанционно, как с оттого телефона, так и с диспетчерской, который в свою очередь первоначально диагностирует оборудование транспортного средства, проверяет напряжение аккумуляторных батарей, исправность блоков управления, а также функционирование программных обеспечений. И только после этого принимается решение движения транспортного средства, выход на путевую структуру, либо передается сигнал о его неисправности и в последующем вызывается группа о исправлении данной неисправности. 60 машин вывели на трассу. Для каждой машины дается сначала идеальное маршрутное задание. Это маршрутное задание выполняется всеми безукоризненно. Но есть факторы. Задержка при посадке, задержка где-то в пути машины из-за неблагоприятных условий, возможно какая-то сработка безопасности, отказ какого-то устройства и так далее. И вот нужно для всего роя машин поменять маршрут и выполнить ту задачу, которая стоит перед комплексом. Поэтому верхнеуровневая задача выполняется системой, как мы ее называем, интеллектуальной. Она адаптирует все маршрутные задания, получая отклик от каждой машины. И каждая машина также на своем уровне адаптирует сама маршрутное задание для себя. Можно представить как таких автономных роботов, которые для себя решили. Допустим, я вот вижу перед собой машину, я вижу сзади машину, я пристроюсь к ней, буду ехать за ней на расстоянии на определенном. Даже если по маршрутному заданию, мне нужно ехать быстрее. У нас на экране симулятор транспортного средства, транспортного комплекса в Объединенных Арабских Эмиратах. Он позволяет отработать движение транспортного средства и выполнение маршрутных заданий. Это как конструкторские ограничения по транспортному средству, так и ограничения по самой трассе. В каждый момент времени происходит расчет параметров движения транспортного средства в соответствии с заданным маршрутным заданием. Если в зоне реагирования появится потенциально опасный объект, транспортное средство остановится, что я и продемонстрирую сейчас. Я захожу в зону, и транспорт останавливается. Обратите внимание, что перестроился график движения, параметры, и, соответственно, в симуляторе транспортное средство остановилось. Если я выйду из зоны, транспорт продолжит движение. Сам по себе стенд моделирует процессы, происходящие в реальной машине. То, что мы видели на экране, это реальный комплекс SWIK-1, находящийся в Арабских Эмиратах в Шарже, и транспортное средство Unicar-T. Все сигналы, которые проходят в этой машине, это реальные сигналы, это реальный обмен, и нам достаточно просто поменять адреса на физическую модель Unicar-T, либо на Unibus, который находится на полигоне, и в движение придет уже не картинка, а реальная машина.